Благоустройство на костях проводят у Благовещенской церкви Рязани. Здесь делают дорожку, ведущую к храму. Слой, затронутый рабочими, только кажется небольшим. На самом деле, те 20-30 сантиметров могут немало рассказать об истории города. Даже в верхних слоях культурного слоя сохраняются археологические предметы 16-17 века. Поскольку эта территория никогда капитальными постройками не застраивалась, то мы даже наверху можем найти подлинные артефакты рязанской истории. Кроме того, часть грунта во время реставрации здесь срезалась. Соответственно, могилы теперь лежат не на глубине 80 сантиметров в метр, они лежат намного ближе к уровню современного горизонта. Когда несколько лет назад на территории храма делали детскую игровую площадку, тоже находили кости. Но тогда, как и сейчас, археологические исследования здесь не проводились. А по правилам в таких местах их необходимо делать хотя бы для того, чтобы узнать больше о родном городе. Эта территория была заселена с 13 века. Деревянные здания церкви построили в 17 веке. Позже вместо нее поставили каменную. Церковь действовала до середины 30-х годов. Поскольку она была приходской, рассказывает археолог Василий Конов, на ее территории хоронили прихожан. При установке бордюрного камня произошел выброс грунта того самого культурного слоя, о котором я рассказывал. И в этом грунте мы видим крупные фрагменты костей, а среди них фрагмент ребра, который, возможно, является частью и человеческого скелета. Для точного определения, конечно, необходимо мнение антропологов, но, честно говоря, по моему мнению, как археологу, кость очень похожа. В этом месте кладбище существовало начиная с 16-го и до 18-го века. Как раз тогда Екатерина II приказала вывезти погосты за городскую черту. Исторический слой, сохранившийся здесь, может хранить не только останки. В этом месте могли быть жилые и хозяйственные постройки, территории усадеб, существовавшие до постройки храма. Сейчас из-за неумелых работ часть грунта безвозвратно уничтожена. Археологи обратились в инспекцию по охране объектов культурного наследия региона с просьбой обратить внимание на происходящее. Пока официального ответа из ведомства не поступало.